я в смысле не подвис экран я просто жду все мы в эфире здравствуйте дорогие борцы спасибо всем кто сегодня пришел сейчас будет присоединяться еще мы начинаем наш эфир сегодня на бжж марафоне ильяс сулейманов и он расскажет нам о том как же работать с обучающими материалами по бжж но мы начнем с того аж традиционно что я зачитаю обращение в рамках нашей душевной миссии джиу в тебе нам пишут со всей страны люди свои обращения засчитаем сейчас обращение алексея из прайда он пишет одноклубником ребята всем привет я очень соскучился по тренировкам и даже по берпи набрал уже пять килограмм чтобы много набрал даже по берпи я по берпи до сих пор не соскучился ненавижу берпи также до желаю всем нам сил на домашние тренировки и не падать духом согласен полностью так михаил из москвы пишет спасибо за марафон очень полезно рад что в моей жизни есть джиу есть любимое дело мне уже снятся соревнования сегодня ночью я победил всех своей категории всем здоровья не всякий марафон полезен на джиу марафон полезен круто так но что мы начинаем и так ильяс существует два вида видео контента по джиу-джитсу есть две категории полезного бжж контента видео прямые обучающие видео которые свою очередь делятся на короткие видосики и большие курсы семинары и соревновательные схватки может быть ты знаешь третий какой-то вид расскажи нам как извлечь из этого пользу окей для начала ребят всем привет круто что вы смотрите эти эфиры и хочу тоже кратко передать привет георгию емельянова потому что эфир соревновать ну эфир про соревнования был клево вот я взял для себя тоже полезные вещи окей давай про обучающий видеоконтент слышно слышно да да отлично 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 давай про обучающий видеоконтент собственно ты правильно сказал у нас есть большие курсы и короткие видео и у нас есть соревновательные схватки тут есть большая проблема с тем что часто кажется что информа ну то есть как школе нас приучили там забирать всю информацию которая тебе поступает вот у тебя есть параграф учебника какие-то задачи вот ты должен все это вот и до прорешать выучить прочитать это как мне кажется формирует не совсем правильную ментальную привычку стараться забрать вообще всю информацию которая тебе поступает информации на самом деле сейчас не мало ее не недостаточно ее слишком много то есть информации столько что полезный сигнал теряется в шуме информации очень много и чтобы извлекать пользу из обучающих материалов извлекать пользу из обучалок из учебных курсов из соревновательных схваток нужно в основном не уметь ее находить ее и так полно нужно ее уметь фильтровать то есть выбирать конкретно то что нужно мы сегодня еще это обсудим посмотрим какие как лучше это делать да какие есть для этого простые инструменты если выбирать из трех вот этих обучающих видео они должны работать синергично да то есть вот эти три вещи которые ты перечислил соревнования длинные курсы короткие видео должны работать вместе я бы сказал еще есть один тип обучалок который смотреть точно не стоит и новичкам нужно научиться его с права это да 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 вот там сейчас звук был мой это обучалки которые снято чисто для рекламы то есть в стиле я сейчас покажу тебе движение она красивая посмотри давай себе закладки проблема с такими обучалками не в том что они что-то там неправильное показывают проблема в том что под это движение которое показано не предлагается никакого фундамента то есть если у тебя есть двигательный фундамент под это движение если отрабатывал определенные вещи которые тебе позволят это движение сделать окей все здорово если ты парень который прозанимался уже полгода и те показывают какую-то сложную вариацию выхода там на кросс-эксгард и в инсайд санкаку или там выход выхода изменяюсь выхода в беримболу и взятие спины и при этом у тебя нет базового понимания как крючками но контролировать ноги противника как уходить в инверд нет вот этого фундамента ну блин для тебя это обучалка бесполезно так ну собственно давайте разбираться с тем как можно смотреть обучающие видео я вот думаю с чего начать с того чтобы сразу дать инструмент или с того чтобы сначала обсудить проблемы обучающих видео полностью давай начнем с проблем давай начнем с проблем а потом перейдем к инструментам давай начнем с проблем давай 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 окей первое информации слишком много основная ошибка которую люди делают это выбирают какое-то идеальное время для обучения то есть если ты решаешь что вот тебе не хватает там знаний которые тебе дает твой тренер то есть как это очень хороший вариант на самом деле выбрать себе подходящего тренера и учиться по его схеме это реально хороший вариант человек занимается джио очень долго он наверняка продумывал схема обучения он тебе ее дает в определенной последовательности по сути ты уже получаешь что что нужно то есть это будет давать тебе хороший прогресс но если ты решил учиться по обучающим видео то нужно избежать нескольких ошибок первое это не какой-то это не какая-то разовая акция то есть нет варианта выбрать там 100 обучалок посмотреть их и получить 10 получить там level up есть вариант выбрать какое-то время для просмотра в течение допустим ну смотреть посвящать этому какое-то время раз в день два раза два дня раз в три дня неважно так как тебе комфортно то есть выбирать допустим полчаса в день на обучение на просмотр обучающих видео это первое да то есть и не накапливать массу обучалок закладках это прям ошибка номер один если у вас сейчас в закладках браузера сотня обучалок 50 обучалок 20 обучалок удалить их нахер и начните с нуля потому что первое вы скорее всего не не посмотрели это в течение последних трех четырех месяцев хотя собирались посмотреть за неделю второе второе вас вот это вот накопленная масса информации отвлекает от того что вы могли бы начать делать уже сейчас но откладывайте на период пока вы не посмотрите все что накопили пока вы не посмотрите вот этот весь гигантский информационный объем который вам не так уж и нужен и третья ошибка это когда вы создаете вот такой такой блок обучения которые вы откладываете на будущее вы скорее всего выбираете время в духе вот сейчас у меня будет выходной я потрачу три-четыре часа я разом посмотрю все эти обучалки и все пойму запомню и вообще буду крутой не будет так то есть вы получите очень мало или 0 прогресса вот такого обучения вы не запомните потому что основная основной механизм приобретения навыков тоже это механизм практики и они теоретического изучения то есть теория без практики бесполезно теории на три часа это практике на 23 часа если условно да то есть на самом деле на больше вот то есть так действовать бесполезно привыкайте что просмотр обучающих видео курсов и так далее это не быстрый результат это постепенный процесс то есть не надо вообще заморачиваться такими целями как посмотреть вот такой вот курс к такому-то числу или посмотреть вот такой то вот эту сотню обучалок к выходным или карантин ну ладно вот за карантин я просмотрю вот это вот это вот это и приду в зал вот с этим бэкграундом ну да на самом деле придя в зал человек тут испытает некоторый такой когнитивный диссонанс когда вроде бы смотрел вроде бы прокачивал разум сложными техниками а в зале ему в зале окажется что свои базовые движения подзабыл что ему сложно стал двигаться что он устает быстрее и вообще регресс конечно проблема судя по всему вот у нас пишет слушатель недавно нашел себя в закладках около 800 видосов удали это нахер слушатель который пишет удали это ты ты не посмотришь 800 видосов это слишком до жопа просто удали забудь начни с нуля и не откладывайте больше двух обучалок в закладке привыкайте если вы выбрали какую-то обучалку окей смотреть сразу ладно это это по крайней мере снижает вред от огромного массива информации отложено в закладке то есть не надо так делать не надо вести гигантскую библиотеку закладок так хорошо это первая ошибка вторая большая ошибка думать что получится взять что-то из не связанных между собой тем или обучалок или из обучалок под которые у тебя нет двигательного фундамента то есть если ты только начал заниматься джиу-джитсу для тебя как правило обучалки по оффлайн-триангулу но если мы берем стандартного человека да они для тебя будут бесполезны обучалки по сложным комбинационным движением через инверт для тебя тоже будут бесполезны первое что тебе нужно будет делать это повторять те дриллы на инверт который тебе дает твой тренер да то есть только через это ты там постепенно придешь к правильному ощущению тела для инверта не такому когда ты там стоишь на плечах у тебя болит шея и кажется что ты сейчас себе желудок выдавишь на грудь нормальному инверту когда ты чувствуешь себя комфортно в инвертированном положении когда ты стоишь на лопатках и на спине у тебя круглая спина и ты можешь в нем свободно перемещаться вот это про двигательную базу да про не связаны с тем вот смотри хороший инструктор он дает тебе темы на тренировках так чтобы они следовали одна за другой чтобы они были как-то связаны между собой чтобы они не переключались слишком резко есть такое ну конечно конечно как правило есть некий план которого инструктор придерживается они это все взаимосвязано одно вытекает из другого хорошо то есть это правильно да одно вытекает из другого если мы там изучили сегодня 7 black завтра мы разберем еще один вариант с контролем там корпуса сбивом головой если мы изучаем сейчас закрытый гард мы не перейдем резко к открытому спайдер гарду снизу да если мы изучаем закрытый гард сверху и так далее то есть мы будем какое-то время разбирать тему пока ее не поймем мы будем ее 3 лить бороться по заданию из стартовых позиций в этой теме и так далее что происходит с обучалками так блин крутой чувак показывает крутой свит надо посмотреть отложу в закладке да вот это крутой армбар снизу на вот это крутой треугольник так а вот это здесь чувак сделал вот это на схватке с таким-то парнем так что я пожалуй это тоже посмотрю эти вещи не связаны между собой если ты все их попробуешь зале в один день отработать ты в общем тоже потеряешь время это гораздо лучше ложится это гораздо хуже ложится на твой двигательный опыт чем связанные между собой движение чем движения которые идут из одной базы и движение похожие друг на друга то есть выбери область для работы люди не выбирают область для работы просто берут рандомные обучалки такие выстрелы выстрелы в разные стороны делают и в итоге получают из них очень мало ну то есть проблем нет если тебе просто нравится смотреть обучалки типа знаешь как вот мне например нравится видео с котами в ютубе смотреть я там типа коты там стаканы сбивают там коты падают и так далее мне это никакого практического опыта не приносит на меня это расслабляет вот если у тебя также ну пожалуйста вообще не проблема но если ты именно хочешь потратить какой-то свой ресурс внимания чтобы научиться то есть ты вдумываешься ты там откладываешь на это время ты считаешь эту часть своего обучения тогда не делай эту ошибку не выбирай темы не связаны между собой выбирай область в которой ты хочешь прокачаться и работай в ней мы это тоже сейчас чуть позже разберем но мой point что нужно ну например ты считаешь что у тебя отстает закрытый гард ты считаешь что у тебя постоянно вот опять же ты считаешь что у тебя допустим проблемы с закрытым гардом в чем она может выражаться ну например человек с достаточно крепкими длинными ногами тебя берет закрытый гард и вот хоть убейся ты не можешь его открыть но просто вот попадая в закрытый гард ты в нем сидишь просто ты в нем сидишь ты не можешь ничего сделать иногда тебя отпускают иногда человек теряет его но в основном ты принял игру ты не ты не знаешь как его открывать те вещи которые ты пробовал которые тебе возможно показали у тебя почему-то не получается при этом ты почему-то смотришь обучалку оффлайн край например зачем у тебя есть конкретная область которая вызывает на каждой тренировке проблему проблему мудную надоевшую тебе и однообразно которая тебя уже возможно начинает раздражать которая тебя уже возможно вызывает на реакцию когда тебе берут закрытый гард ну поработай с этой областью посмотри возьми вот эти все три инструмента которые мы перечислили возьми обучающие видео короткие по закрытому гарду посмотри как разные люди раскрывают закрытый гард посмотри на то какие есть общие закономерности в этом раскрытии то есть не надо смотреть кого-то одного окей про пройдись по ряду быстро их просмотри и посмотри на общие моменты то есть есть какие-то вещи которые делают все которые выполняют все инструктора которые показывают тебе определенную технику и вот эти вещи они работают потом возьми какой-то курс по работе в закрытом гарде сверху пример или по проходам гарда и возьми область про прохода и открытия закрытого гарда и посмотри соревновательные схватки где люди попадают в ситуацию закрытого гарда посмотри что они делают и посмотри что наиболее часто срабатывает то есть статистика тоже важно понятно но по ошибкам понятно а какие-нибудь еще есть ошибки по работе или можем уже переходить к практике больше практическим вещам так 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 ты знаешь я бы еще уточнил про одну ошибку да она прям глобальная они тоже говорили другие ребята я думаю что в как это в эфирах и это ставить приемы выше это это ставить приемы скажем так приемы и техники это инструменты это инструменты которые в рамках определенной системы джиу-джитсу в рамках определенного сценария ведут нас к определенной цели так вот все эти приемы работают по базовым правилам то есть основная ошибка это игнорирование базовых правил например тебе показывают там десяток разных видов раскрытия закрытого гарда у раз мы взяли эту тему да но ты игнорируешь то каким образом ты можешь держать баланс и осанку ты игнорируешь что куда тебе можно куда тебе нельзя ставить руки в закрытом гарде ты игнорируешь что в каких ситуациях противник может легко лишить тебе равновесие если ты не изучишь эти темы до того как ты возьмешься за раскрытие то все твои приемы по раскрытию закрытого гарда будут обламываться об его выведение из равновесия забору тебя руки там переворот выход на прямой рычаг выход на обратный рычаг там тебе надерут задницу вот так что это игнорирование базовых фундаментальных правил я бы сказал что нужно выбирать инструкторов которые в обучающих видео особенно если ты новичок да то есть есть опытный возможно стоит выбирать какой-то какого-то инструктора который тебе базовые правила не объясняет объясняет соревновательную тактику какой-то соревновательный метагейм такой потому что ты уже базовые правила знаешь но ну то есть выбор обучалок под твой уровень ваш еще да 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 вы бы выбор обучалок под уровень чертовски важен то есть если ты новичок тебе не нужны и обучалки которые будут смотреть там соревновательный профи там со сложной тактикой и так далее те нужны обучалки которые разжуют тебе базу каждой ситуации написано я обучалка для для нуба я в обучалка для белого а них а них не написано да я согласен и проблема в том что на них написано обратно то есть любой человек будет свои обучалки но это это капитализм это маркетинг то есть в основном люди пишут что их учебный курс подходит вообще все то есть если почитать bg fanatics например описание учебных курсов и поверить во все окажется что ты там буквально там за полгода можешь стать там блин бучечей номер два но это не так разумеется обучалки для как как это распознать изи рядом это социум да нужно обращаться к ресурсу социум вокруг тебя есть поле опытные люди ну даже твой тренер которые уже понимают как отличить обучалку для новичка например они видят что человек подробно и грамотно последовательно рассказывает базовые принципы и он уже знает какие инструктора это рассказывать то есть например кого я могу перечислить я могу перечислить ну из самых таких узнаваемых до джона данныхера я могу перечислить допустим из менее узнаваемых там прита михельсона я могу перечислить генри эйкинса может знаешь тоже такого чувака он очень много рассказывает именно базовых правил джиу-джитсу и это invisible джиу-джитсу да это очень классный курс правда он платный это закрытый курс но он очень классный вот и там очень много моментов например связанных с давлением и контролем с правилами сохранения позиции вот как-то так то есть важно уметь выбирать обучалки и важно смотреть обучалки которые тебя учат не только приемом но как бы которые объясняют тебе по каким правилам эти приемы работают почему ты сохраняешь осанку в закрытом гарде от каких опций твоего тела это зависит за счет чего сохранить осанку проще там за счет чего сложнее за счет почему там правильное положение спины те помогает на положение руки там в этой ситуации не помогает вообще это это очень важные моменты они тебе позволяют работать экономно то есть работать крупными мышцами тела и не тратить столько энергии сколько ты потрачу если будешь пытаться работать окей ну по ошибкам примерно я думаю все поняли нужно ну и я собственно объяснил что нужно давай перейдем к практическому применению именно по видам обучалок пройдемся вот обучалка такая то мы работаем с ней так большой семинар работаем с ним так соревновательная схватка работаем так пройдемся давай давайте я предложу свой метод то есть эти три разных инструмента знаете это как три разных приемов джиу-джитсу которые работают в рамках одной базы то есть окей возьмем скажем рычаг локтем треугольник и ну допустим рычаг треугольник два приема если ты их не совмещаешь если ты не создаешь из них такую вилку то они бесполезны если создаешь что они работают точно так же тут если ты все три инструмента не используешь совокупности они работают хуже вот и чтобы все три инструмента объединить в один нужен какой-то мета инструмент да то есть давайте я просто предложу свой вариант работы давай давай конечно как мне удобно с этим работать кому-то это может показаться странным или излишне задротским но мне это дает результат поэтому я расскажу про то как я с этим работаю я думаю что на самом деле довольно много людей в итоге приходит к чему-то подобно когда получают определенные хороший такой опыт итак мой поинт многие не знают границ своего джиу-джитсу многие не представляют то какими вещами они владеют и это не о том что они типа владеют чем-то очень крутым и сами не знают об этом это наоборот они думают что они владеют пятью шестью вещами уверенно они владеют одной-двумя что мы делаем первое что нужно чтобы брать чтобы учиться нужно изучить свои знания нужно понять чего у тебя сейчас вообще нет а что есть выделите пару недель на это еще один момент спешить да не надо думать что вы посмотрите там учебный курс джона данных и ракина на корнелиуса там вот эту лапел энциклопедию за неделю бля ну ну просто нет это как институтский курс пытаться за неделю какой-то изучить выделяйте на это значительно больше времени просто вот значительно больше окей выделите две недели на то чтобы просто изучить свои навыки каким образом берете и создаете такую штуку да то есть вы можете сделать это в какой-нибудь программе которая позволяет вам чертить блок схемы как я делаю меня для этого майндли есть на планшете это может быть лист на бумаге это может быть все что с чем вам комфортно работать важен комфорт если вам не комфортно работать с программами работайте с бумагой если вам не комфортно работать с бумагой работайте с программами Это инструмент, это не самоцель. Эта штука не самоцель, это именно то, что вам должно помогать. Самоцель вы. Окей. Первое, пройдитесь по своим знаниям. Создайте такую майндкарту позиции. То есть вот вы буквально рисуете там кружочек, пишете закрытый гард, отводите от него стрелочки и записываете приемы, которыми вы владеете. Также записываете рядом базовые правила работы в закрытом гарде. Ну, то есть то, что вы знаете, да? Далее. Помимо того, что вы знаете, вы крупным шрифтом или звездочкой выделяете то, что вы делаете, то, что у вас реально получается. Это две разные вещи. То, что вы знаете, у вас, скорее всего, значительно превышает то, что вы реально делаете, я думаю, раз в 10. То есть вы, скорее всего, назовете 20-30 приемов там из закрытого гарда и при этом регулярно в схватках у вас получается там 1, 2, 2, 3. То есть вы регулярно, скорее всего, боретесь в одних и тех же ситуациях. Просто из-за того, что у вас в голове параллельно существуют знания от десятки приемов, вам кажется, что вы, возможно, делаете больше или знаете больше, или владеете больше. На самом деле вы владеете ровно тем, что вы регулярно делаете. То есть если вот вы за эти две недели наблюдений, вот именно две недели вы это делаете под каждую позицию, да? То есть, ну, параллельно. Там маунт, сегодня я там в маунте вот это сделал, сегодня вот это. И вот если вы за эти две недели отметите какое-то количество вещей, которые вы делаете, ну, скорее всего, то, что вы за эти две недели сделаете, вы и делаете, вы этим владеете. Вопрос? Да, здесь пока нет вопросов, продолжая. Ну, как, я нарисовал, да, взял, нарисовал. Я вот, правда, например, если взять меня, я вот не знаю, чем я владею в закрытом гарде, но как-то беру рукой за одно место, беру рукой за колено, там, колено. Ну, так и запиши, так и запиши. Ты можешь, тебе же не обязательно знать название приемов, ты можешь просто брать и придумать свой ярлык для какого-то действия, да? Ты же работаешь со своим инструментом, ты можешь назвать так, как тебе нравится. Ну, да, да. Можешь назвать так, как это традиционно называется в джиу-джитсу, это неважно. Важно, чтобы ты записал, что вот, допустим, за две недели у тебя там получилось пять разных вещей, ты делал их регулярно. Скорее всего, ты ими и владеешь. Если ты думаешь, что ты там делаешь обратный рычаг локтя, но за все это время у тебя ни разу не получилось, ну, у меня плохие новости, ты не владеешь обратным рычагом локтя, ты просто немножко имеешь о нем представление. И очень важно у себя это разграничить, то есть то, чем я реально владею, то, о чем я имею представление. Это сразу тебе даст в голове такую картинку своего джиу-джитсу, гораздо ближе к реальности, чем то, что там человек себе может нафантазировать. Я честно скажу, когда я это сделал и вот переписал свои результаты, причем опираться нужно на примерно уровень своих противников, то есть как бы понятно, что там коричневый пояс на белом поясе может сделать практически что угодно, да. Для коричневого пояса показателем будут пурпурные и коричневые пояса, там пурпурные и коричневые и черные, да. Для белого там белые и синие, для синего там белые и чуть-чуть пурпурные, для пурпурного там синие и коричневые и пурпурные. Ну, то есть не нужно как бы думать, что ты выполнил кучу приемов на новичке, да? Ага, окей. Нужно ли вообще запоминать название техники? Ты знаешь, это тебе помогает, в общем-то, с изучением, когда ты ездишь на кэмп и смотришь курсы и так далее, и так далее. Но, скорее всего, к тому времени ты их запомнишь. То есть, например, у меня были проблемы с названиями, когда я только начинал заниматься. Там люди говорят там «Kiss of the Dragon» или там «4.11». И я такой, что? «Kiss of the Dragon»? Что это? А потом оказывается, что я эту штуку делал уже на тот момент. Вот. Я такой, аааа. Сильно запариваться не надо, получается, а они сами запомнятся. Сильно запариваться не надо, да. Вот. Как бы следующий момент. Так, сейчас, пардон, на чем мы остановились? Мы остановились на карте. Мы записали своими словами, что мы умеем. Мы взяли дверь. Мы, что важно, посмотрели реалистично на то, что мы умеем. То есть, меня это обломало. Вот когда я первый раз это все проделал, да, я две недели отслеживал, что я делаю. То есть, мне хотелось очень сильно вырасти, и я искал инструменты под это. И, блин, меня это очень обломало. Я посмотрел и понял, что те вещи, о которых я думал, что я их делаю, ну, я их не делаю. И если я пробую, они тоже у меня получаются очень плохенько. И я такой, блин, вот жопа. Но это дало мне толчок к тому, чтобы расти. Окей, второй момент. Берешь эту карту и выделяешь самые слабые свои зоны. То есть, например, у тебя регулярно возникает проблема, что у тебя душат со спины. Или регулярно на тебе сидят в маунте, и ты чувствуешь себя беззащитным и мешком. Или регулярно там тебя мочат армбаром. Или регулярно тебя держат в закрытом гарде и переходят на треугольник. Ну, ты, скорее всего, знаешь свои слабые области. Просто эта карта позволит тебе на них лучше взглянуть, и ты конкретно сможешь на них отметить. Далее. Выбираешь какую-то область. То есть, чтобы смотреть обучалки и получать из них толк, не гони за всем сразу. Выбери одну, максимум две области для параллельной проработки. Больше не надо. Это многовато. Лучше вообще одну. Ну, то есть, если особо у вас... Допустим, вот проблема, допустим, что душат со спины. Просто сконцентрироваться на этой проблеме. Сконцентрируйся на системах выходов. То есть, первое, что нужно сделать, как смотреть короткие обучалки. Ну, во-первых, стоит спросить совета, кого стоит смотреть. То есть, если вы новичок, спросите у вашего тренера, кого он вам может посоветовать. Это часто решает кучу вопросов сразу. Угу, угу. Далее. Смотрите соревновательные схватки параллельно с этими вещами. То есть, окей, выберите, допустим, штук пять обучалок, посмотрите их разом, посмотрите, какие есть общие моменты. Далее. Выберите две-три обучалки, которые вам, допустим, посоветовали. Обучалки у людей, которых вам посоветовал инструктор. Посмотрите и разберите их. Выпишите себе домашнее задание на отработку. Это важно. Выпишите домашнее задание. То есть, важны записи, важно отслеживать свой прогресс, и важно создавать себе задания по этим обучалкам. Если вы этого не делаете, они уходят в пустоту. Ну, либо у вас уже прям довольно много опыта, и вы можете позволить себе какие-то вещи опускать. То есть, мы понимаем, что профессионал может не делать некоторых вещей, которые обязательно для новичка, и все равно получать результат. Но это его экспертность помогает ему. Выпишите себе задание. И совмещайте это с каким-то базовым курсом, допустим, по уходам из плохих позиций. Там же выбирайте область под уход из контроля спины, просматривайте, изучайте базовые правила, выписывайте их и формируйте из этого задания себе на отработку. А задание, как его формировать, это задание? Ну, приведи как бы пример. Ну, вот я посмотрел, да, эти обучалки. Ну, у меня проблема выхода со спины. Ну, я могу себе одну задачу написать. Надо как-то, блин, освободиться, надо как-то выйти со спины. Не-не-не-не. Скинуть его себе. Ну, эта задача, пизда, сформулирована, она очень в стиле, как это, очень в стиле лучшего соревновательного совета в мире. Знаешь, вот этого типа, давай, давай, тебе надо уйти. Да. Кревеску, делай кревеску, да. Я знаю, я знаю, что мне надо уйти. Или там, давай, давай, он вот-вот выдохнется. Откуда ты это знаешь? Может, нет. Делай свое. Я помню, моему противнику кричали, он вот-вот выдохнется, когда я держал его и вообще даже близко не устал. Я так еще удивился, думаю, с чего вы взяли-то это? Я, в общем-то, чувствую себя свежим. Ну, да, вот я поэтому и конкретизировал, да. Как ставить себе задание? Как ставить себе задание? Задание нужно конкретизировать. То есть, окей, вот вы выбрали там 3-4 обучалки, вот вы из них выписали 2-3 ухода, вот вы поняли правила, по которым эти уходы работают, вот вы посмотрели соревновательные схватки, допустим, сконцентрировавшись именно на этой ситуации. То есть, не надо их вот досмотреть. Выбрали область, где человек контролит спину, посмотрели, чем закончилось. Посмотрели еще одну, выбрали область, где человек контролит спину, посмотрели, чем закончилось. Вот вы это проделали. Запишите себе задание прям конкретно. То есть, попробовать сделать вот эту вещь. Запишите детали, типа вот здесь он там берет, вот здесь вы должны вставить руку так, вот здесь вы должны снимать руку так. То есть, запишите детали, да, если вы не можете запомнить, запишите их. На самом деле лучше полагаться на записи, чем на память, потому что память, ну, такая довольно ненадежная штука, мы часто забываем важные детали. Мы хорошо запоминаем на тренировках, когда там инструктор, когда тренер нам показывает технику в течение нескольких тренировок, углубляя ее, развивая, в чем плюс программы учебной, да, мы проходимся по одному и тому же несколько раз, мы запоминаем. Но если мы учимся сами, мы должны сами для себя такую ситуацию создать. То есть вот мы записали, и вот мы начали отрабатывать в зале. И вот какое-то время вы должны просидеть на этой вещи. То есть это минимум должна быть неделя. Лучше всего пару недель. Угу. Угу. Вот приносит прогресс. И у вас пропадет вот это ощущение разочарования от вроде бы просмотренных обучалок и получения пиздюлей в этих же ситуациях, про которые вроде бы рассказывают обучалки. А как отличить качество материала? Вот я хочу посмотреть Американо. Один дядька с черным поясом показывает так, второй иначе, третий совсем по-другому. Как определить, кто показывает правильно? Хороший вопрос на самом деле. Первое. Вот тут нам понадобятся соревновательные схватки. Такой соревновательный мета-гейм. Интересно. Да, то есть лучше всего совмещать просмотр обучалок с просмотром соревновательных схваток. Причем соревновательные схватки я бы привыкал смотреть, ну не знаю, как серии сериала. То есть раз в два дня смотреть одну соревновательную схватку, так по минимуму. Ну просто смотреть, наслаждаться, стараться понимать какие-то движения и что происходит. Что из этого формируется? За определенный период времени, там в пару месяцев, у вас формируется такая библиотека опыта. Вы будете видеть, какие вещи на соревнованиях хорошего уровня проходят, что люди друг друга делают, каких вообще там нет. То есть, например, гоу-гоу-плату вы там довольно редко встретите, а рычаг локтя вы довольно часто встретите. Причем определенные вариации его разрыва вы встретите чаще других. Если вам дядька с черным поясом показывает какую-то вариацию, которую вы на соревнованиях практически не видите, ну, возможно, стоит обратить внимание лучше на разбор того, что вы видите в соревновательных схватках. Это первый механизм. То есть нужно опираться на соревновательный метагейм, на соревновательный... Ну, на то, что происходит на соревнованиях. А что там надо конкретно увидеть? Скажи, ну вот что Гордон Райан круче всех, ну, допустим, я смотрю Гордон Райана, он всех валит, мочит. Что я там должен разглядеть? Ну, он крут. Да. Ты должен проникнуться духом, пропитаться этой аурой, поверить в себя и так же сделать. Нет, нет. Ты должен посмотреть, допустим, какие вещи он делает. То есть он часто делает выходы за спину, он часто делает определенные проходы гарда, он часто делает определенные виды финиша со спины. и ты видишь, что он их делает. И если ты выбираешь обучалку, ты можешь выбрать обучалку, которая объясняет, что он делает. И выделить на это время, чтобы повторить это, выделить время, чтобы понять, как это работает. Потому что ты, на самом деле, понимаешь многое на практике. Ты, когда начинаешь обрабатывать, у тебя сначала получается плохо. Ты должен продолжать практиковаться, чтобы постепенно понять движение. Понимание в джиу-джитсу, оно работает очень во многом через привычку тела двигаться, через создание двигательного стереотипа. Вот, то есть мы посмотрели, какие приемы он делает. Мы посмотрели, что там не только Гордон Райан, да, еще другие чуваки делают там хипплхук из стрейта аш-горами, из кросса аши, там делают рычаг локтя в такой вот манере, там делают удушение со спины, делают обратный треугольник со спины. Окей, круто. В чем у меня проблема? Я, допустим, не могу закончить противник со спины. Окей, я выберу удушение со спины и обратный треугольник. Я выберу обучалки под это. Я спрошу совета у более опытного чувака обязательно, что типа, слушай, я вот выбрал такую обучалку. Посмотри и скажи, чувак говно показывает или дельно? Ну, то есть это не лишнее сделать. Это обращение к опыту людей, которые провели в этом на несколько лет дольше, чем ты. Возможно, они подскажут тебе, что не стоит тратить на это время. А вот такой вопрос у меня. А как вот работать с большими курсами? Ну, вот я лично мечтаю изучить вот Лапе Лапегию Кинана Кармелиуса. Ну, она, блин, здоровая такая. Я все не знаю, как к ней подступиться. Я хочу прям взять. Я чувствую, мне это надо, потому что я не молод. Я старею. Сил у меня все меньше с годами. Я чувствую, что мне надо браться уже за эти Лапельщики. Но подступиться не могу, потому что она большая, она отпугивает меня своим объемом. Кстати, я помню, что Емельянов тебе сказал на тему возраста, что типа в 45 лет ты достигаешь максимального пика. Короче, я бы не заморачивался на тему возраста, серьезно. То есть выбирать для обучения нужны те вещи, которые тебе по кайфу. Как по кайфу же есть. Я хочу, у меня есть один свип я делаю с Лапельщиком, а я чувствую, что надо продолжать в этом направлении. Но меня отпугивает объем этого материала. Как изучать крупные курсы? Во-первых, крупные курсы – это очень клевая штука для обучения, потому что она фундаментальная. Ее создавали, прописывая техники друг за другом, прописывая сцепленные друг с другом вещи, разбирая их очень подробно. То есть крупные курсы – это класс. Как их лучше изучать? Во-первых, нужно закладывать на это длительное время. Это должно быть о процессе, а не о результате. То есть в смысле не о результате, а с точки зрения «вот за месяц я посмотрю этот курс», «вот за два месяца я посмотрю этот курс». Это не какая-то штука, которую нужно подготовить к дедлайнам. То есть тут дедлайном является максимально полное включение этих навыков в работу. И поскольку никто тебя не просит показать эти навыки буквально через месяц, то ты должен выделить на это большое время. Особенно если, допустим, у тебя три тренировки в неделю или две. Если у тебя 20 тренировок в неделю, условно, тогда ты, естественно, планируешь, что за них ты отработаешь намного больше. В общем, окей, как это делать? Первое. Есть такая штука, когда ты берешься, допустим, за большой книжный учебный материал. Полезная привычка. Прочитать в этой книге оглавление и пробежаться по главам. Посмотреть, из чего они состоят. То есть буквально пробежаться вкратце. Что это дает? Это дает в голове такое понимание, из чего состоит тот гигантский якобы учебный курс, который ты будешь учить. То есть первое, что я бы сделал, сделал бы беглый его просмотр. Именно беглый. Без целей запомнить. Без попыток там в чем-то разобраться. Именно просто бегло бы просмотрел, из чего все это состоит. Может быть, посмотрел быстро в течение трех-четырех дней. Может быть, промотал бы. Но идея в том, чтобы понять, создать для себя такое оглавление, из чего этот учебный курс состоит. Так работать с ним будет легче. Окей. Далее. Ты берешь какую-то законченную его область, благо в хороших учебных курсах рассказывается именно по блокам информации. Ты берешь какой-то законченный блок и отрабатываешь его, возвращаясь к нему в период отработки. То есть не нужно думать, что одного раза достаточно. Ты вот именно выбираешь какую-то область, просматриваешь ее и возвращаешься к этому просмотру каждый раз, когда у тебя возникают сложности. И отрабатываешь в течение одной-двух недель. Потом ты идешь дальше. Когда ты уже чувствуешь, что этот навык у тебя получается, что ты его понял, что ты его добавил к своим основным навыкам, когда ты уже отработаешь. Ты должен идти дальше тогда. И относись к этому как к долгосрочному процессу. То есть выбирай вот эти учебные курсы мудро, выбирай мудро. И относись к этому как к долгосрочному процессу. То есть ты не выучишь их быстро. Не нужно думать, что за год ты выучишь в 20 учебных курсах. За год бездатым результатом будет пройти один-два таких курса. То есть не торопись. Тебе вот это вот прохождение постепенно, с тем, чтобы ты выписывал себе задания, отрабатывал, возвращался, оно тебе даст гораздо больше, чем если ты все это просмотришь и возьмешь из этого мало. Практика, она доминирует над теорией. Практика важнее теории. Практика создает тебе настоящее понимание. Наши движения, наш спорт, наше тело – это физическая активность. Физические навыки формируются по определенным правилам. И одно из правил – это необходимость времени для того, чтобы у тебя движение перешло с уровня сознательного контроля, когда ты думаешь о нем, на уровень контроля, на уровень автоматизма. Возвращаясь к, допустим, учебнику Леонида Беренштейна, да, о ловкости ее развития, я советую прочитать тем, кому интересен механизм формирования навыка. Леонид Беренштейн о ловкости ее развития. Вот. Возвращаясь к этому, ты формируешь автоматизм. На это уходит время. На это требуется время. Ну вот на курс, на 10-часовой курс, допустим, той же Лапеллопедии, сколько бы ты закладывал времени? Я бы закладывал на его предварительный просмотр недельку, чтобы, так сказать, разобраться и посмотреть, из чего состоит, да. А на такое глубокое изучение с повторением всех вещей, с отработкой их постепенной, я бы закладывал, ну, полгодика где-то. Вообще можно расписать по часам, я думаю, там получится чуть другая цифра, но вот так примерно, да, то есть по своему опыту, допустим, вот, отработки там тех же данных, херовских вещей, да, у меня, я вот именно так делаю. У меня уходит на это довольно много времени, то есть, ну, я бы закладывал полгода. И это нормальный срок, то есть не нужно торопиться. Лучше сделать что-то фундаментальное, потому что это навыки, которыми ты будешь там пользоваться всю жизнь, да, и если посмотреть на это так, полгода это не так уж и много, чем постараться там забрать все за месяц и месяц проебать. Понятно. Очень дельный, толковый совет. А что ты скажешь о такой форме, как и видеозаписи семинаров? Их вообще полезно смотреть, как с ними работать? Ну, да, полезно. Собственно, мне, например, видеозапись семинара этого Эдди Каминса по уходам из позиции контроля ног дала понимание базовых моментов, связанных с защитой от болевых на ноги. Я этого, когда не понимал, я там их достаточно сильно опасался, ну, то есть, сильнее, чем нужно. Окей. По поводу семинаров. Точно так же, как с обучающими вещами. То есть, во-первых, не пытайтесь есть все сразу, то есть, пересекается эта схема, которую ты сейчас изучаешь или нет. Если не пересекается, отбрасывай. Причем не нужно кидать это в закладки, лучше, если это действительно важно, ты потом об этом вспомнишь. Просто забудь пока на время. Закладки – это такая штука, она у тебя там висит, и ты думаешь, что, блин, нужно найти на это время. И ты таким образом немножко тормозишь, ну, допустим, изучение каких-то вещей, за которые ты мог бы взяться. Не, ну, все-таки вот семинар, ну, я включил его, он идет часа два. Я его смотрю. Мне просто полежать его посмотреть или что? Или потом, или как-то для части его разбить? Смотри, у семинара есть определенная структура, да, то есть, человек там обычно объясняет какое-то время, а потом люди отрабатывают. Это, в общем-то, не зря так сделано. Можно сформировать эту структуру для своих тренировок. То есть, вот у тебя есть задание, вот у тебя есть отработочка. Вот ты попробовал в зале, отработал, потом посмотрел семинар дальше, отработал дальше. То есть, посмотреть до момента, когда он предлагает отработать, запомнить, пойти в зале отработать. Таким образом. Да, да, хороший вариант. Можно посмотреть сразу весь, а потом разделить на части под отработку. Да, то есть, вот сегодня мы вернемся вот к этому началу семинара, отработаем вот это. Завтра мы посмотрим чуть дальше, отработаем вот это. Да, послезавтра мы посмотрим чуть дальше, отработаем вот это. Вполне хороший вариант. Тут не надо торопиться. Это спешка и попытка забрать слишком много информации. Это, на самом деле, не ответственность, это безалаберность. То есть, нужно как бы себя в этом плане ограничивать. А вот такой вопрос. А где вот это все подбирать, где смотреть? В Ютьюбе, где каждый день миллион обучалок, там, разной формы и качества. Может быть, на ресурсах, где это структурировано большими темами. Что ты можешь посоветовать? Ну, вот только BGG Fanatics не предлагай, он дороговат, мне кажется, сейчас. Тем более, в нынешнее время. Блин, ну, как это? Есть BGG Freaks и BGG Freaks Premium. Ага. Причем это не в плане рекламы. Они, ну, объективно, там весьма хороший материал собран. Вот. Есть различные закрытые курсы, которые, допустим, стоит проходить. Да, то есть тут вы уже выбираете такого инструктора, который для вас понятен и интересен. То есть, ну, например, тот же Хенри Эйкинс. Кому-то очень нравится его объяснение, и он может там купить его приватку, да, и смотреть постепенно выходящее видео и получать там в этой приватке задание. Там, вот мы смотрим видео, вот у нас задание, там, получать какую-то обратную связь даже. Можно опираться на мнение людей, да, то есть смотреть, грубо говоря, о ком есть хорошие отзывы. Ну, то есть механизм отзывов – это, в общем-то, довольно рабочая штука. Понятно. А вот, Илья, все-таки скажи, вот, положа руку на сердце, ты вот какую-нибудь технику изучил вот только по видео? Исключительно по видео? Да. Я посмотрел, допустим, Данахера Кимуру, и она мне очень легла на мою технику. У меня уже был неплохой рычаг локтя, и Кимура мне довольно органично добавилось в выполнение приема. Я изучил контроль на Кимуре, я изучил переход за плечи через Ти Кимуру, выход за спину через Ти Кимуру. И когда Джон Данахер, допустим, показывал это на кемпе, когда я туда приехал, у меня уже эти вещи получались, но я для себя некоторые моменты там уточнил. Но это, например, было вот чисто по видео. Но, опять же, это было не в духе, посмотрел, попробовал, тут же получилось. Довольно длительный такой период отработки, то есть месяца три на это у меня ушло. То есть вот на этот курс сколько он там часов длится по Кимури? Часов 10, наверное? Ну, где-то 8-10, что-то такое. Ну, вот, три месяца у тебя ушло, да? Чтобы полностью проработать. Да, да. Это причем довольно быстро, то есть у меня, как, у меня есть опция находиться там в своем зале от заката до рассвета, да, там, днем кого-то приглашать, чтобы потренить самому, оставаться на какие-то трены, пробариваться там с людьми и так далее, да. То есть это несколько большее время практики, чем обычно доступно. Поэтому не нужно, там, привязываться к моим каким-то цифрам названным. Вы должны для себя выработать оптимальный такой срок. Понятно. Причем можно не зацикливаться на одном курсе. На эти полгода можно взять в параллельное изучение две, пару учебных курсов. По разным темам, например. То есть, ну, будет абсолютно нормально. Круто, круто. Ну, а у меня, в принципе, по системе работы с материалами, как бы, сейчас нет больше вопросов. Есть вопросы у наших слушателей. Что ты еще хочешь добавить, прежде чем мы перейдем к ответам? Я думаю, можно перейти к вопросам. Ну, вот. Давай, давай перейдем к вопросам. Так, спрашивает у нас Алексей Биряев. Первый раз травмировался на тренировке, когда еще на ММА пробовал технику, которую увидел на Ютюбе. Это был мой первый травмпункт и первый перерыв. Хороший эфир, полезный. Спасибо, Ильяс. Ну, это не вопрос. Но, Леха, спасибо тебе. Не, ну, вопрос, почему? Говорит, травмировался. Делал технику на Ютюбе и травмировался. Это в тему? В тему вопрос. А где, собственно, вопрос? Ну, делал технику на Ютюбе и травмировался. Если не хотите травмироваться, делая технику на Ютюбе, выбирайте под свой уровень и спрашивайте совета у инструктора, стоит ли вам пробовать это отрабатывать. То есть, например, если человек спросит, пришедший месяц назад спросит, можно ли мне отрабатывать флайн-трангл, я скажу нет. Нельзя. Не надо. Ну, понятно. Так, ну что, давай следующий вопрос. Так, 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 так. Так, спрашивает у нас слушатель. Не все понимают цель выстраивания механики движения. А какие критерии есть у качественной хорошей обучалки? Какие критерии есть у качественной хорошей обучалки? На самом деле классный вопрос. Окей. Первое. В качественной хорошей обучалке не показывается, на мой взгляд, не показывается слишком много, да. То есть, если мы смотрим обучалку, переход из сингл-икса там в Деларио, выход сверху и выход на рычаг локтя, ну, это как бы слишком много информации. Мы не разберем ничего из этого фундаментально за 10 минут. То есть, в качественной хорошей обучалке мы берем какую-то конкретную область, небольшую. Мы разбираем принципы, как сохранять контроль в этой области, как там держать осанку, если мы сверху, да, как контролировать противника захватами, как лучше их держать, почему таким образом лучше их держать, как работает ваше тело, да, то есть такие принципы, как вы двигаетесь, принципы вашей двигательной активности. Это раз. Два. Мы накладываем на это прием, то есть мы накладываем на это определенный двигательный паттерн, да, то есть как мы двигаемся, куда, с какой целью. И третье. Мы привязываем к этому цель. То есть у нас в одном движении могут быть 2-3 разных цели. Это может быть либо свип, либо создание дилеммы с болевым приемом, либо выход на болевой прием, например. То есть человек разберет такую мини-систему. Понятно. Следующий вопрос. Топ-5 БЖЖ инструкторов, на твой взгляд? Окей. Я бы еще одного просто добавил, не БЖЖ инструктора, потому что мне сейчас интересно, эта область тоже, может, кому-то из грэплеров тоже будет полезна. Но поехали. На первом месте для меня Джон Данехер. На втором месте для меня Прид Никельсон. На третьем месте для меня Генри Эйкинс. На четвертом месте для меня Лохлан Джайлз. Я не уверен, что произношу его имя правильно, но я его регулярно смотрю. И для меня на пятом месте Керри Колот. Это не Джитцер, это вольник. Но у него классные обучающие видео. Круто. Но я вот все-таки не смогу удержаться. У нас вчера в эфире с Мишей Панковым прозвучало вот такое шокирующее заявление от Миши Панкова. Он говорит, что да, нахер, это во многом маркетинг. Да, нахер, не знал, как продавать курсы по 200 долларов, поэтому он сделал их длиннее. Мог бы сделать короче, без ущерба качества. Твое мнение. Бля, ну, что тут скажешь? Ну, я думаю, что, наверное, Панков прав, Панкову-то виднее. Ну, понятно. Бля, я думаю, что, наверное, да, наверное, да, нахер просто продает и все. А Миша его раскусил. Ладно. Сорян, сорян. Миша, привет. На тему данныхера, да? Ну, я бы к этому не так подходил. То есть мой поинт – нет, это не маркетинг. Это, ну, то есть как? Это маркетинг, да. У данныхер, как и любой нормальный человек в современном мире, использует маркетинг. Сюрприз. Если вы не используете маркетинг, вы во времена капитализма и конкуренции не выживете. Но он видео длинными делает не по этому. То есть они бы у него за 200 долларов продавались бы и час длиной. Серьезно. Вот именно с тем, как он это все сделал, да, через там свою команду DeathSquad, через вот этот свой Инстаграм, где он постоянно привлекает внимание, описывая какие-то базовые вещи, да. Причем замечу, что он там дает годноту. То есть посты полезные. Они тебе дают такое некоторое понимание. Очень небольшую долю этого понимания, если честно. Но они полезные. Вот. Насчет видео. Они могли быть короче, и те же 200 баксов ему спокойно бы заплатили за 4 часа. Ну, то есть я бы купил за те же 200 баксов 4 часа, а не 8 от Данхера. Я думаю, что, во-первых, это его манера изложения. То есть на кемпе, например, он тоже довольно долго объяснял каждую вещь. А во-вторых, смотри, тут какой момент есть. Если, допустим, ты более-менее опытный, ты уже какие-то базовые штуки можешь знать. Если ты объясняешь новичку, для него очень неплохо будет услышать подробные объяснения. То есть Джон для меня, там даже достаточно опытного чувака, мне его длинное объяснение на некоторые вещи, почему это работает так, почему это нужно изучать так, открывали глаза. И я начинал это делать, и у меня получалось намного лучше, чем когда я пытался повторять это вслепую. Типа, ну вот это как-то так делается, дай-ка я повторю. То есть там очень много объяснения принципов. Типа там для контроля ног положение таск-тазу, контроль коленями средней линии, контроль коленями бедра противника. То есть закрытая позиция, изоляция ноги. По сути, он предлагает такую своего рода философию подхода к джиу-джитсу, где он берет из любого положения, создает такую законченную систему, и в ней объясняет принципы функционирования, объясняет техники, объясняет цели. И прям подробно проходится по каждому пункту. И это не займет два часа, это не на четыре часа. То есть кому-то просто на самом деле заходит объяснение в духе, вот это делается так, я так пиздил людей, делай так. Это тоже нормально. Это абсолютно нормальное объяснение. Просто мой поинт, что для обучения большого количества людей объяснение нужно очень подробное. Так что я не согласен с тем, что именно растягивание видео там специально. То есть мой поинт, что его покупали, и если бы оно было там трехчасовым за те же 200 баксов с той известностью раскрутки, которая есть у Джона. Круто! Давай, да, поехали дальше. Конкретный вопрос от слушателя с очень сложным никнеймом. Даже не могу прочитать, там очень много букв. Так, конкретный вопрос. Посоветуй, пожалуйста. Что смотреть по ковар-слив-гарду? В интернетах, на удивление, не нашел систематизированной подачи. А да, нахер разбаловал. Отдельными короткими видео не получится пробиться в суть гарда. Самому изобретать дилеммы для соперника довольно сложно, да и сам изобрету велосипед с кривыми колесами. А в моем задрюбинске мудрецов нет посоветоваться. Блин, хороший вопрос. На самом деле, если автор мне напишет в личку через какое-то время, возможно, я смогу ему на него ответить. А так, это не самая сильная моя страна. Ну, тогда надо писать в личку Ильясу. И Ильяса на просторах интернета найти несложно. Я думаю, с этим можно справиться, с этой задачей. Так, и тогда едем дальше. Следующий вопрос. При обучении ударным боевым искусствам идет система от простого к сложному. Кстати говоря, на самом деле насчет колор-слива, если мы говорим о базе, то вообще база этого движения неплохо у Джона разбирается в его открытом гарде. То есть, ну, он в принципе с колор-слив-гарда начинает свой open-guard курс. Ну, кстати, нам уже пишут хорошо, спасибо, напишу в личку. Еще я помню, что у Мендесов было что-то, связанное с колор-сливом. Просто в последнее время я больше в ноу-ги заинтересован, и поэтому к колор-сливу какое-то время не возвращался. Отлично. Давай дальше. Так, при обучении ударным боевым искусствам идет система от простого к сложному. Стойка, ходьба, удары, ходьба с ударами, ходьба с блоками, связки, связки, движения и так далее. Плюс много физучий. Какая система обучения БЗЖ у тебя? Ты знаешь, на самом деле я довольно долго думал о системах обучения и работал с ними. Короче, по поводу от простого к сложному. Мне очень нравится то, что это есть в ударных единоборствах, и мне также нравится использовать похожие вещи для джиу-джитсу. То есть, что мы делаем? Первое, мы разбираем какую-то... Ну, то есть, мы разбираем в определенном порядке вещи. То есть, мы разбираем их так, как они создают фундамент под отработку следующих вещей. То есть, ну, например, чтобы разобрать проходы гарда, нам нужно понимать, что такое гард и как он функционирует. Разбирать проходы, когда группа не знает, что такое гард, бесполезно. Мы начинаем с простых вещей и с базовых принципов джиу-джитсу. То есть, выведение из равновесия, изоляция конечностей, инсайт позиций для ног. Если в закрытом гарде, то это топ-лог, замок плеча, да, то есть, и работа оттуда. Это контроль осанки противника, это выведение его из равновесия. Вот. И дрилим эти вещи через изначально не полный прием, а простое упражнение. То есть, допустим, выведение из равновесия в закрытом гарде мы не начинаем с того, чтобы сразу выйти на рычаг локтя. Мы делаем, сбив руки, выведение из равновесия, забор контроля спины или шеи, да, и возвращение к этой же точке. И таким образом некоторое время привыкаем к этому движению. Потом мы можем идти дальше. Потом, сформировав 2-3, 2-3 цепочки движений, ведущие к цели, мы уже можем поработать над этим же с борьбой по заданию. Ну, то есть, я бы сказал, что это похоже. Угу. А вот конкретная система там стойка, ходьба, удары. Здесь вот, допустим, в БЖЖ это гард, проход гарда. Ну, есть какие-то вот связки такие вот, с которых вот ты обязательно начинаешь и куда ты ведешь? Слушай, ну, стойка, стойка ходьба, удары. Тут как? Просто в джиу-джитсу способов начать... Ну, как, я не могу рассуждать прям уверенно об ударных единоборствах. Я никогда именно толком не занимался. Там, полгода я проходил на тайский бокс, и это как бы очень мало. И я никогда не... Как это? Я в них не специалист, да, но на мой взгляд, на мой взгляд, как? Это скорее про осанку и перемещение, да, то есть стойка, ходьба, удары это не аналог, там, гард, проход, свит, да, это скорее аналог той же стойки в джиу-джитсу, как именно стоять, чтобы тебя не вывели из равновесия, как держать баланс от свитов, то есть как мы, например, разбираем работу сверху. Это стойка, это перемещение вокруг противника, каким образом двигаться, да, это то, каким образом мы защищаемся от свитов, как держать ноги, как работать коленями, как работать корпусом, чтобы сбрасывать крючки, как работать корпусом, чтобы держать равновесие, чтобы нас не перевернули, да, То есть, это такие тоже принципы, как работает тело. И потом к этому добавляем приемы. То есть, как использовать это в совмещении с проходами Гарда. Такой проход, такой проход. Так, меня просят назвать человека, который этот вопрос задал. Алифтина Клаймбер. Последние два вопроса задавала. И еще сейчас хочет задать третий вопрос. У тебя есть гуру объяснений? Тут выше был вопрос про БЖЖ инструкторов. А у кого ты... Джон Данахер. А, гуру объяснений. У кого я учился? А у кого ты учился объяснять микрорайзные аспекты? У Прита Миккельсона, во-первых. Потому что, вообще, мое знакомство с таким именно системным подходом к джиу-джитсу, это Прит. У Джона Данахера. И, в принципе, я перенимаю какие-то моменты объяснений у... Ну, у людей, которых вижу, как они объясняют. Мне что-то может понравиться в объяснении человека, я могу это взять. То есть, если кто-то заставил меня что-то понять, и я это понял, я буду потом это использовать. Мы учимся из разных источников. Ну, вопросы вроде у нас подошли к концу. Вопрос еще от меня. Как переживешь карантин? Как будешь возвращать свою группу в привычные рельсы, когда карантин закончится? Я буду переживать карантин, нося маску. Говорят, что нужно носить маски. Вот у меня есть маска, я ношу защитную маску. Защитная маска. Эффектная. Да, да. Короче, насчет карантина и группы. Ну, вообще, на самом деле, мне нравится, какая атмосфера у нас на занятиях. Ребят, кто из моей группы сейчас меня смотрит, всех вас люблю, вы все офигенные. Потому что очень многие, во-первых, написали лично мне с предложением поддержки. На период сложных времен. Это было очень приятно. Это человечество. Во-вторых, очень ребята активно общаются в наших социальных чатах. То есть у нас есть два чата, мы там общаемся. И это очень активное общение. То есть люди не теряются. Третье. Мы проводим сейчас для моей группы онлайновые тренировки. Я честно написал, что считаю онлайн довольно средненький, скорее даже плохой заменой оффлайну. То есть, ну, это не онлайн, это ты в своей квартире просто пытаешься сделать в неподходящих условиях то, для чего есть подходящие условия в зале. Я даже одному человеку устал это там на своей странице доказывать, и в итоге пришлось его забанить. Потому что, как бы, по цепочке объяснять одни и те же вещи я не люблю, а когда меня еще в чем-то обвиняют. Ну, короче, квартира, это не совсем так же круто, как зал. Это не подходит. И в паре ты там не поборешься. Но какие-то вещи для того, чтобы сохранить режим, потому что основное, что люди теряют вот в таких условиях, это режим. Мы делаем. То есть, у нас есть несколько тренировок в неделю, у нас есть растяжка, простые дриллы, которые можно делать дома и которые не разрушат телеквартиру. И это простая силовая, которую тоже можно делать дома и которая не требует там гирь, штанг и так далее. Ну, то есть, у нас человек 20 вот на эфиры подключаются. Я не пытаюсь обычно прям как-то сохранить людей. То есть, у меня никогда не было подхода, что типа, ребят, не теряйтесь, не ходите там в другие команды. Те, кто у меня занимаются, они знают, что когда меня спрашиваешь, типа, а можно я схожу туда, я говорю, что типа, чувак, ну, ты свободен, конечно, можно. Как я могу тебя запретить? Это идиотизм. Это было бы с моей стороны неправильно. Вот. И как бы, ну, я думаю, что у кого-то могут быть проблемы. Кто-то может на какое-то время пропасть с тренировок. К сожалению, сейчас этот карантин пизданет финансовым кризисом по всем людям. Ну, посмотрим. Как будет, так и будет. Я буду делать все от меня зависящее, чтобы людям было интересно, чтобы они чувствовали ценность в моих уроках, чтобы они приходили. Как-то так. Круто, Ильяс. Спасибо тебе огромное за эфир. Спасибо тебе огромное за твои знания. Спасибо всем слушателям, что были с нами. Напоминаю, что завтра у нас эфир Михаила Василенко и Макса Недощека на тему темной стороны. Ноги. Я, кстати, тоже посмотрю. Максу привет. Обязательно. Обязательно передадим. Всем счастливо. До встречи завтра. Спасибо, Бажажа Фрикс. Бажажа Фрикс. Бажажа Фрикс.